Я благодарен вам, что меня в очередной раз пригласили к вам в ваш замечательный университет. Я здесь один раз был и мне у вас очень понравилось. Я хочу выполнить приятную обязанность, которая возложена на меня Институтом Востоковедения Российской Академии Наук, который я возглавляю. Это самое крупное гуманитарное научно-исследовательское учреждение в системе Российской Академии Наук. У нас работает около 600 человек, и мы занимаемся очень широким кругом вопросов. Это золотая медаль, когда я говорю золотая, я не шучу, она действительно покрыта золотом, сделана монетом в дворе. Это почетная награда, которая выдается за выдающиеся заслуги в научных исследованиях, в образовательной деятельности, как ограниченному числу российских ученых, так и зарубежным деятелям, которые внесли особый вклад в развитие научных и образовательных связей между Россией и зарубежными государствами. Медаль за номером 17 у ученых советов Института Востоковедения за заслуги в развитии востоковедного образования в России и за развитие связи между образованием и наукой наградил ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Александровича Индовицкого. Золотая медаль имени Харчкова. Сегодня магистральное направление, я считаю, в развитии российской и науки, и системы образования – это вот в алиянсе науки и образования. Ведь у нас система эта была разрознена. Наука действовала в основном в рамках Академии наук, а образование было сосредоточено в университетах, где наука, в общем, была второстепенным занятием. И надо сказать, что, как правило, тем, кто преподает, им трудно активно заниматься наукой, потому что это разные сферы деятельности, хотя они занимаются. Конечно, есть в университетах и исследовательские подразделения, центры какие-то, даже институты, как их называют. А с другой стороны, нужна свежая кровь, нужны люди, которые профессионально занимаются наукой. Для этого не обязательно, чтобы они постоянно работали в университете. Может быть, система взаимодействия. Сегодня даже есть такие определенные альянсы, системы сотрудничества, очень тесного, объединения вместе научных институтов с университетами. Эта практика есть, она развивается. И кроме этого, если я вот посмотрю на наш институт, у нас, я бы сказал, если не подавляющее большинство, то значительная часть наших научных сотрудников, она где-то преподает, причем в ведущих вузах, в ГИМО, в Московском государственном университете, в Педагогическом университете, в Лигистиническом университете и в других различных заведениях, вплоть до МИФИ, где тоже теперь занимаются гуманитарными науками. То есть у нас совмещают, так или иначе, наше академическое сообщество, совмещает преподавательскую деятельность в свое научное исследование. Поэтому я вижу путь к тому, чтобы нам помочь друг другу. Это, во-первых, чтобы у нас был обогащающий нас доступ к студенческой аудитории и к общению с новыми людьми, которые сегодня в регионах очень бурно и интересно развиваются. Я вижу, что вот как люди неожиданно занимаются, там, в Донезии, вот, в Университете, в Китае и так далее. Есть определенные возможности и потребности в нас. И мы можем вот этот вот альянс очень хорошо развивать. Во-первых, делиться с вами теми знаниями, которые у нас есть, помогать их передавать студентам, может быть, помочь какими-то, ну, прорывными, интересными мыслями, которые есть у наших ученых. А с другой стороны, провести апробацию тех теорий и каких-то новых построений научных, которые, может быть, должны именно проверяться на практике, на общении, на проведении через аудиторию для того, чтобы они максимально приблизились к реализации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова